Бسم الله الرحمن الرحيم Сегодня 28 апреля, 27 день месяца Рамадан и мы, как и обещали, ежедневно будем читать по одному хадису посланника Аллаха, дабы следовать его завещанию и ежедневно, как каждый верующий должен, увеличивать свои знания и стараться соблюдать сунну посланника Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассаляма И сегодняшний хадис передает Ибн Аббас, радия Аллаху, анхума Он говорит, посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассаляма, сказал Ниаматани махбунун фи хима кафиру минан нас Есть два блага, которыми многие люди обманываются Ас-сихату вальфарау Это здоровье и свободное время Вот эти два блага люди не ценят, говорит посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям Махбунун, то есть обманываются, имеется ввиду, они в недостаточной мере не ценят, не понимают, какие эти два блага Здоровье и свободное время Если мы посмотрим на сегодняшний день В действительности люди начинают ценить здоровье тогда, когда они начинают болеть Тогда, когда их касается недуг Тогда, когда они становятся слабыми, больными, они начинают понимать, какое благо здоровье Также и свободное время Когда у человека есть свободное время Он его не занимает благим, хорошим, добрым, полезным А тратить его впустую Большинство времени, когда человек понимает, что у него нет работы, нет занятости Он его проводит бесполезно И потом, когда он бывает занят Когда у него дел много Когда у него ответственности много Он начинает понимать и ценить, какое благо свободное время Поэтому самое лучшее время, конечно же, молодость Чтобы ценить свободное время Молодость, расцвет сил, расцвет здоровья, возможностей Человек, молодой парень должен понимать и ценить вот эти два блага Иначе, когда у него уже появляется семья, работа, дети Он уже не может занять себя делами И он не может себя посвятить столько поклонению Сколько бы он посвятил себя, когда у него было времени больше свободного времени Поэтому человек должен стараться Благодарить Всевышнего за вот эти два блага Потому что их посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям Назвал «нихматани» Два блага А за блага человек должен благодарить Создателя Творца И ценить их Пока у него есть здоровье Благодарить Всевышнего И стараться поклоняться, пока у него есть здоровье Пока у него есть свободное время Использовать его для блага этого мира Для Ахирата Посвящать его больше поклонению И да, Аллах нам тавфик, братья Чтобы мы понимали и ценили те блага, которые нас окружают Чтобы мы не проводили попросту свободное время И пока у нас есть здоровье Чтобы мы его тоже использовали Ради Всевышнего Аллаха Поклонение Всевышнему И ради этого Дуняла И ради Ахирата Да, Аллах нам тавфик Это сегодняшний хадис Это достоверный хадис Приводите его имам Аль-Бухари И передавите его Ибн Аббас Да будет доволен Имя Всевышний Аллах Вальхамду лиллahi Раббаль ааламин